Привет! Ты на канале Виконста. Друзья, сегодня у нас будет выпуск, посвященный гаджетам, а также устройствам, на которые вы любите снимать, фотографировать. В моем случае я веду видеоблог и снимаю все свои видео на камеру Sony AS300. Также сегодня расскажу о двух устройствах. Это Samsung Galaxy A5 2017 года и iPhone XR Dual SIM на 128 гигабайт. Сегодня мы будем делать обзор на эти два устройства, а также сравним их с Sony AS300. Большинство людей интересует, как снимает то или иное устройство. В моем случае оно подходит не только для видеоблогов, а также для повседневного использования. Кто-то любит путешествовать, кто-то фотографировать. Поэтому я сегодня буду сравнивать эти все три гаджета. Ну и посмотрим, как они ведут себя, как они снимают. Это самое главное. В моем случае я буду сравнивать Sony AS300 и iPhone XR. Samsung у меня будет как просто вспомогательное устройство для сравнения вместе с этими двумя гаджетами. Ну а это сама камера, на которую я только что снимал и показывал вам. Вот эти два гаджета. В руках у меня iPhone. Сегодня будем сравнивать прежде всего Sony и iPhone XR. Что, поехали? Друзья, ну сейчас мы ведем видеосъемку с двух устройств. В левой руке у меня Sony AS300. Пишем звук на нее сейчас. Ну а в правой руке у меня iPhone XR. Снимаю я в 1080-60 кадров. Эта съемка доступна как в Sony, так и в iPhone. Единственное, что изначально я знаю, что на Sony намного больше угол обзора. Минимальная фокусировка на iPhone где-то составляет порядка 15-20 сантиметров. На Sony порядка 50 сантиметров. Но единственный плюс для видеоблогов это широкий угол обзора. Что касается фокусировки. Вот такая фокусировка на iPhone. Ну а соответственно на Sony вы можете увидеть все своими глазами. Что касается видеокамеры. На Sony стоит 8,2 мегапикселей камера. На iPhone 12. Опять же разная диафрагма. Разная степень настройки камеры все-таки влияет. Также что касается стабилизации. На Sony стабилизация у нас как оптическая, так и цифровая. На iPhone только оптическая. Я думаю, что на iPhone стабилизация будет круче. Что касается Sony. Центр картинки она держит просто отлично. Ну а по бокам происходит небольшая тряска. С чем это связано? Я честно говоря понятия не имею. Ну видимо фирменная фишка какая-то Sony присутствует. И поэтому все-таки лучше ее использовать со стедикамом. Как и другие устройства. Для сравнения я выбрал вот такой яркий солнечный день. Также можно было бы снимать и в видео в формате 4К. Но Sony не поддерживает эту видеозапись. А сейчас ребята в левой руке у меня Samsung Galaxy A5. Ну и справа у меня Sony. Я вам специально взял этот телефон для сравнения. Так как вы увидите все сами своими глазами. Во-первых на Samsung есть стабилизация. Но она конечно не такая как в iPhone. Ну и соответственно на Sony вы можете увидеть, что картинка немножко ярче и насыщеннее. Хотя как фотографирует Samsung мне довольно таки нравится. Естественные насыщенные цвета. Ну а 16 мегапикселей все-таки на качество влияет. Ну а так у нас выглядят цветочки. В общем давайте теперь сравним iPhone с Samsung. Ну а сейчас ребята съемка будет вестись на iPhone. В левой руке у меня Samsung Galaxy A5. Ну и разницу я думаю вы будете ощущать сами. Что касается общего впечатления. То по картинке я вижу, что на iPhone практически нет никакой тряски. Давайте пробежимся. Субтитры сделал DimaTorzok Также немаловажна съемка на фронтальную камеру. Здесь в iPhone камера на 7 мегапикселей. Она там с какими-то наворотами. Ну в принципе за техническую характеристику я вам рассказывать не буду. В основном людям интересно как эти камеры снимают. В общем что касается угла обзора. Ну вы можете сами посмотреть как это выглядит. Ну сейчас я снимаю на Sony S300. По углу обзора это все видно. Поэтому вы как-то можете сравнить. Для видеоблога лучше конечно использовать Sony. Первое преимущество это хороший угол обзора. То есть вы можете побольше захватить чем на iPhone. iPhone все-таки предназначен более для фото. И передняя камера не так круто снимает как задняя. В принципе вы и так все можете видеть. Что касается фото. Сейчас я сделаю пару фотографий. Сейчас пойдем что-то поснимаем и вы увидите все сами. Субтитры сделал DimaTorzok Не забывайте что цена iPhone XR на сегодня составляет От 850 до 900 долларов. Это минимальная комплектация на 64 гигабайта. Одна сим карточка. Ну для сравнения Samsung Galaxy A5. Сейчас эту модель не выпускает. Но в среднем бэушный телефон вы можете купить где-то порядка за 150-250 долларов. Ну и Sony S300. 350 долларов. Цена не падает. В принципе эта камера популярная. И пользуется спросом. Но сейчас я снимаю на iPhone XR. Камера у меня в руке. Без стедикама. Для сравнения этот выбор может показаться неудачным. Так как большинство блогеров все-таки используют для съемок экшн-камеры. Такая как Sony S300. Ну в чем разница X3000 от S300 отличается только лишь 4К. Все остальные функции одинаковые. За эти деньги вы можете купить себе хороший качественный гаджет. Который вами будет использоваться в повседневной жизни. iPhone все-таки это рабочая лошадка. Как ни крути здесь есть. Во-первых как и телефон. Так и вы можете позвонить в Viber, WhatsApp. Посмотреть что-то на YouTube. Это только предназначено для видеосъемок. Также на iPhone присутствует съемка в 4К. Но видеоролик я буду монтировать в 60 кадров в секунду. Так как Sony поддерживает только эту частоту. Сейчас я на iPhone продемонстрирую съемку в 4К в 30 кадров в секунду. В принципе стабилизация там будет не сильно хорошая. Так как все-таки 4К предназначена для статических видеосъемок. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну а сейчас уже включили 60 кадров. 1080. В принципе ветер сегодня очень сильный. Как бы задувает в камеру хорошо. Я не знаю как там будет отрабатывать ветрозащиту на iPhone. Ну а на Sony конечно с ветрозащитной я немножко подзаморочился. И вот такую вот бороду прилепел. Ну в принципе я на свои функции выполняю. Так ну это я уже включил Sony. Сейчас мы как раз сравним ветрозащиту. На Sony S300 и iPhone XR. Ветер дует прямо в лицо. Поэтому как раз мы можем отследить насколько ветрозащита хорошо отрабатывает. В общем ребята в чем смысл этого видеоролика. Конечно ценовая политика совсем различная в этих двух устройствах. Но большинству видеоблогеров интересно как снимает все таки камера. Мне очень интересно было зайти посмотреть как снимает iPhone и снимает Sony. Поэтому для этого я записал этот видеоролик, где я описываю и делюсь впечатлениями. Первое это хорошая стабилизация. Стабилизация решает практически очень многие вопросы. Во-первых как зрителю вам. Вам более приятно смотреть плавную картинку. Многие устройства которые в ценовой политике меньше 200 долларов. Не имеют таких возможностей как в примеру Sony. За 350 долларов это вполне рабочая лошадка. Которая выполняет свои функции на ура. Вы скажете вот что ты сравнил. Надо было брать хотя бы Samsung. Ну ребята для видеоблогов большинство людей все таки используют экшн камеры. Но многие не знают как они все таки снимают. Либо человек покупает один телефон и там все функции в нем сразу. Либо покупает какой то недорогой телефон и камеру. Поэтому для этого существуют такие видеоролики как у меня. Где я показываю, рассказываю в чем разница. В общем ребята в чем суть этого видеоролика. Прежде всего я хотел показать как снимает экшн камера и флагман. Флагман в нашем случае iPhone XR. Sony S300 у нас была на обзоре. Ну и я думаю вы можете сделать вывод. Кому что нравится, кому интересно. Во-первых цена. Конечно цена у Sony намного ниже чем в iPhone. Что касается стабилизации и качества картинки. В принципе в хорошую погоду что iPhone, что Sony демонстрируют очень хорошие показатели. Не знаю что будет с iPhone 11. Выкинут ли люди опять же этот iPhone на мусорник и купят следующий. Это уже дело каждого. Что касается цены на iPhone 11. На предзаказ цены стартуют от 950 долларов на сентябрь 2019 года. Что будет дальше? Будет ли iPhone XR конкурировать с этим телефоном? Это такая ситуация спорная. В принципе с каждым годом гаджеты и всякие другие устройства выходят. Все это обновляется и сделано для того, чтобы люди покупали. То есть не как раньше купил телефон, даже старенький, обычный, с нецветным дисплеем. И он у вас служит до сих пор. Есть некоторые люди, которые используют эти телефоны. А сейчас все делается для того, чтобы люди обновляли каждый год устройство. Кидывали бабки. Ну сейчас век новых технологий. Все вроде бы меняется. Но на самом деле вы купили вроде бы новый телефон. Через полтора-два года он у вас начинает глючить и вздыхать. Я думаю, что эта задумка специально сделана для того, чтобы люди все-таки вкидывали бабки в устройство. В общем, кому понравился этот выпуск, я жду от вас комментарии. Ну и с вами на канале был Виконста. Пока-пока!